Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. 22 июня 1941 года немецко-фашистские полчища напали на нашу родину. 22 июня – день памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Армия вторжения, по некоторым данным, насчитывала 5,5 миллионов человек. Около 4300 танков и штурмовых орудий, 4980 боевых самолетов, 47200 орудий и минометов. И вся эта бронированная сила обрушилась на нашу родину – на Советский Союз. В войне против Советского Союза участвовали армии союзников Германии. Италия, Венгрия, Румыния, Финляндия, Словакия, Хорватия и Болгария. Но наш народ выстоял. Когда я говорю «наш народ», я имею в виду все народы, населявшие тогда Советский Союз. Это белорусы и грузины, чуваши и украинцы, армяне и казахи и еще многие и многие другие национальности великой страны. Вспомните детскую сказку-притчу о прутике и метелке. Если один прутик можно согнуть и сломать, то вместе взятые прутики сломать невозможно. Эта метла очистила сначала свою территорию, а потом помогла освободиться от коричневой чумы и другим народам Европы. Беспримерному героизму советского народа я хочу посвятить стихотворение Константина Симонова «Родина». Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города. Покрыта сеткой у меридианов, непобедима, широка, горда. Но в час, когда последняя граната уже занесена в твоей руке, и в краткий миг припомнить разом надо все, что у нас осталось вдалеке, ты вспоминаешь не страну большую, какую ты изъездил и узнал, ты вспоминаешь родину, такую, какой ее ты в детстве увидал. Клочок земли, припавший к трем березам, далекую дорогу за леском, речонку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким ивником, вот где нам посчастливилось родиться, где на всю жизнь до смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится, чтоб видеть в ней приметы всей земли. Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, да, можно голодать и холодать, идти на смерть, но эти три березы при жизни никому нельзя отдать. И не отдали. Дорого заплатил наш народ за победу. Очень великой и горькой ценой она нам досталась. Но в веках будут жить имена воинов-защитников и воинов-победителей, воинов рабочей крестьянской Красной Армии. Вы знаете, в далекие времена моей юности я мечтал, что восстанет из мертвых погибший на войне брат моего отца, дядя Ваня, и посмотрит на нашу счастливую жизнь. Мне казалось тогда, что он будет счастлив, увидев нашу жизнь. Ведь за что воевали простые люди Советского Союза? Они воевали не за абстрактную какую-то родину, а они воевали за родину с большой буквы, за свои достижения, за свою свободную жизнь и за жизнь следующих поколений, за счастье своих детей и внуков. Они знали, что в случае поражения в этой войне нас всех ждало рабство и уничтожение. А в случае победы бесплатное и всеобщее образование, бесплатное и качественное медицинское обслуживание, уважение и почет всем честно трудящимся людям. Вот за это воевали наши деды и отцы. И мне интересно, воевали предки наших правителей и олигархов в этой войне или нет? Им бы не стыдно было посмотреть в глаза своих отцов и дедов после всего, что они наворочили. Представьте себе, что восстал бы из мертвых любой солдат, погибший в Берлине. Тот солдат, который уже точно бы знал, кто победит в этой войне. И что бы он увидел? Нет той великой страны, за которую он воевал. Прибалтика с Грузии в НАТО. Украина по какой-то ужасной и нелепой причуде времени почитает Бандеру и ненавидит все русское. Да и в самой правоприемнице великой державы в России творится какой-то непонятный бардак. Все достижения, все великие достижения наших отцов и дедов бездарно утрачены. В стране нет обязательного среднего и бесплатного высшего образования. Нет бесплатного и полноценного медицинского обслуживания. Великая страна превратилась в страну третьего мира по всем основным социальным показателям. Так этого мало, кучки воров. Они решили увеличить пенсионный возраст. Если в стране Советов мы провожали людей на заслуженный отдых, подобными реформами правительство, видимо, хочет добиться, чтобы с места работы мы провожали своих коллег не на пенсию, а в последний путь. У меня призыв ко всем людям, от которых зависит принятие этого решения. Взгляните на фотографии своих отцов и матерей. Взгляните в их глаза. Почувствуйте себя маленькими, нашкодившими детьми. Хотя бы в душе попросите у них прощения и сделайте так, чтобы вашим родителям не было стыдно за вас. Чтобы ваши предки не перевернулись в гробу от стыда за вас. Ну вот и все, о чем я хотел сказать сегодня. И я все-таки надеюсь, что благоразумие победит. И эта варварская инициатива правительства так и останется только глупой и несвоевременной инициативой. И не больше. До свидания. Мир вашему дому. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok